К нам присоединяется Наталья Ковалева, руководитель агентства недвижимости РЭС ГРИС из Греции. Вот звук уже, я знаю, подключен, а сейчас и картинка точно появится. Наташа, привет! Привет, привет! Так мне дико нравится, что только что в Болгарии, в Греции, и все как-то переключаемся, я хочу... Близко все друг к другу, да? Сейчас мир схлопнулся до масштабов Зума или платформы, которые показывают все эти презентации. Да, у нас Кликмитинг, замечательная платформа, и я, кстати, огромную благодарность хочу сказать, все как-то забываю, и в конце мероприятия опять забуду сказать. Но вот те, кому нравятся наши трансляции и довольны тем, как все, по крайней мере, технически происходит, поставьте плюсики, тем самым вы благодарите одного замечательного человека, невидимого бойца нашего фронта, ее зовут Маритя, это наша моя коллега, и она вот ведет, собственно, трансляцию, благодаря ей мы все видим друг друга, и все, насколько возможно, проходит без сучка, без задоринки. Спасибо ей большое. Вот. Ну что ж, Наташа, а ты-то где? Ты сейчас в какой части Греции? Я в Греции. Я в Салониках, второго величия города в Греции. Не совсем в Салониках, честно скажу. Я немножечко подальше, по приморскому пригороде, где немножко легче переносить карантин. Ага. Почему? Легче переносить карантин – это как? Вам там можно выходить гулять? В принципе, нам можно выходить гулять. У нас не такой строгий карантин, как в Испании, не такой строгий карантин, как в Италии. Собственно, у нас есть достаточное количество причин, по которым мы можем выйти из дома, в том числе погулять с собакой, причем без ограничений по дистанции, которую мы должны отойти от дома или не отойти от дома. Плюс можно заниматься спортом на воздухе, пожалуйста. Прекрасно. Но ведь это, собственно, следствие того, что в Греции относительно неплохая эпидемиологическая ситуация. То есть, ну, вроде цифры не очень страшные, да, и еще газеты. Ну, надо сказать, что вот здесь стоит прежде всего сказать, что Греции на сегодняшний момент очень сильно повезло с новым руководством, с новым правительством. Полгода назад, да, были выборы, ушли красивые наши активно и многоговорящие левые радикалы, и пришли люди, которые действительно понимают в экономике, действительно понимают, что происходит в мире, и которые очень ответственно относятся к своим решениям. Очень вовремя в Греции был объявлен карантин, не дожидаясь каких-то страшных последствий, как случилось в Италии и в Испании. Греки понимали, что, наверное, уровень медицины не позволит им такое количество больных обслужить. Поэтому Грецию 10 марта закрыли на карантин, дети перестали ходить в школы, соответственно, закрыли сразу же все кафе, рестораны и торговые центры. Мы еще две недели, честно скажу, могли передвигаться, могли продолжать работать, после чего вели достаточно жесткий карантин. И что самое удивительное, что греки, несмотря на свою свободолюбивость и нелюбовь к всевозможным правилам, очень честно его соблюдают. Скажи, пожалуйста, а вот за последнюю неделю, буквально в последнее время-то что изменилось? Стали какие-то послабления или пока об этом говорят еще очень осторожно? Нет, 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 никаких послаблений. Наоборот, ты что, у нас была пасхальная неделя, та самая неделя, тот самый праздник, который для Греции, это второй Новый год. Поэтому не то что послабление, это было ужесточение всевозможных штрафов, увеличение, очень много контроля на дорогах, на границах, блокпосты и так далее. Но Грец, слава богу, пережила Пасху, и теперь уже достаточно позитивно все говорят о том, что с 4 мая мы потихонечку начинаем открываться. Естественно, там группы риска, пенсионеры, люди с хроническими заболеваниями, они, безусловно, останутся еще на карантине какое-то время, но постепенно мы будем из него выходить. По крайней мере, появится свобода передвижения внутри страны, и это очень много, особенно для нашего бизнеса. Значит, это появится возможность ездить в офисы, ходить на работу, открываются какие-то магазины небольшие, небольшой площади, то есть потихонечку будем оживать. С 10-го числа обещают детей вернуть в школы. Отлично. Ну а теперь давай поговорим, собственно, о том рынке, от которого, собственно, все зависим. Скажи, что слышно, что говорят продавцы, что говорят покупатели, то есть ты как агентство работаешь с шестими и с другими, в каком настроении находятся первые, в каком настроении находятся вторые, что-то говорят, с чем-то приходят, какую-то активность проявляют или просто смотрят? Ну смотри, с точки зрения покупателей, они пока более инертные, они переживают карантин, они смотрят, как развивается ситуация, их немножечко к этим каким-то решениям нужно скорее подвигать. И как раз сейчас появляется большое количество времени для того, чтобы почистить свою базу объектов, пообщаться с покупателями, с продавцами непосредственно, посмотреть, что у них происходит, какие у них мысли по этому поводу. Кто-то где-то начинает подумывать о том, что, возможно, если будет клиент, он готов пойти на большие скидки. Кто-то говорит о том, что, наоборот, в период такой вот непонятной ситуации, о которой мир еще не переживал, он скорее готов убрать свой объект с продажи. Явно идет тенденция к тому, что многие владельцы апартаментов, вилл, которые занимались курортной арендой, начинают подумывать о том, а не перевести ли эти объекты в долгосрочную аренду. Такие объявления тоже стали появляться. То есть здесь, скажем, такой обоюдный. Идет внутренний медленный процесс продумывания ситуации. Раз уж ты затронул этот вопрос, что значит на практике перевести в долгосрочную аренду? Ну, вот, собственно, есть объект. Я же его, собственно, просто поменять объявление или сделать какие-то более практические шаги, которые позволят в этот сезон не остаться без клиента, ну, по крайней мере, в начале этого сезона. Слушай, но долгосрочная аренда – это не сезон, да? Мы сразу говорим о том, что договор заключается как минимум на несколько лет. Это там два-три года, о которых идет речь. Поэтому здесь нужно прежде всего принять решение о том, что мы готовы к тому, что наш доход не будет таким прекрасным, как был в прошлом, позапрошлом и так далее году, что мы готовы уменьшить свою доходность, но, соответственно, получить свой такой пассивный, консервативный, но прогнозируемый доход на периоде, там, в несколько лет. Потому что долгосрочная аренда – это все-таки несколько лет. Здесь, как бы, скорее тенденция или вот была такова, что, скажем так, пандемия, она только подтолкнула этот процесс. На сегодняшний момент, если мне не изменяет память, я смотрела отчет AirDNA, по-моему, да, портал, который собирает статистические данные с Airbnb, с Homes Away и так далее. Они ежегодно публикуют такой отчет о том, что происходит на каждом рынке. И несмотря, значит, количество объектов в Греции последние несколько лет, которые сдавались в краткосрочную аренду, они неуклонно росли. Да, существовало несколько, скажем так, регионов, которые близились к своему насыщению. 100% – это Афины, это Крит и так далее. Что говорил еще в начале года этот отчет? Он говорил о том, что заполняемость объектов в этих регионах снизилась на 15%. Сам понимаешь, что в период кризиса, в период, когда сезон 100% не будет полным, если он будет вообще, люди недополучат достаточно большое количество денег, и для того, чтобы сдать свою квартиру в аренду в тех же Афинах, которые, в общем-то, круглогодично сдаются, нужно очень хорошо ею управлять этой арендой. Поэтому сейчас с рынка уйдет, ну, по моим прогнозам, процентов 25 объектов, которые глобально не были сильно интересны для краткосрочной аренды. Да, 100%. Они интересны для внутреннего рынка, они интересны для людей, которые постоянно проживают в Греции, для местного населения. Они интересны для постоянной аренды, они находятся в спальных районах и так далее. А если мы говорим про курортную недвижимость, вот я покупатель, имеет ли смысл мне чего-то сейчас ждать, или нужно там поискать сейчас, имеет ли смысл так немножечко дополнительно поторговаться на тех же халкидиках, там, где недвижимость... То есть ты имеешь в виду, ты хочешь просто приобрести недвижимость? Да, я хочу приобрести... Допустим, я понимаю, что вот в этом году мне ничего не светит, ну, с точки зрения дохода. Ну, окей, все понимаем, в какой ситуации находимся. Но, тем не менее, Грецию люблю, страна переживает кризис, в общем, так, действительно относительно благополучно. Можно предположить, что к сентябрю-то уж и кусочек сезона, может быть, застану, ну, а в следующем году вообще развернусь. Но хочу, хочу что-нибудь поинтереснее. Уже есть, уже можно... Смотри, да, 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 о чем можно говорить сейчас? Значит, ну, скажем, цикл выбора недвижимости, он достаточно долгий, да? Ты же сам понимаешь, зарубежная недвижимость. И чаще всего проходит год, и существуют вот эти вот клиенты, которые, может быть, уже один раз приехали, может быть, уже достаточно давно ведут переговоры. И вот мы с ними сейчас очень активно работаем. Почему? Потому что появляются возможности. Какие возможности появляются? Я не хочу говорить, что это сразу какие-то большие скидки, но появляется готовность к переговорам, и готовность к переговорам достаточно серьезная у некоторых владельцев. Это раз. Во-вторых, появляются объекты в тех локациях, которые давным-давно были полностью закрыты, где был страшный дефицит, где ничего не было. Люди не получают сейчас курортную аренду, они не продавали этот объект только потому, что он у них там работал все время и приносил какую-то доходность. Они готовы его сейчас отдать на продажу. То есть это то, чего сейчас можно ждать в короткой перспективе. Мы не говорим с тобой о полугодии, потому что через полгода может случиться вообще совершенно непонятная вещь. А технически это как происходит? Вот они приходят к тебе и говорят, Наталья, все, вот 50 тысяч проект, там, не знаю, в Носитонии, там, 70 тысяч, 100 тысяч. Да, да. Продавать сейчас за 80, только продайте, там, за 95, только продайте. Да, мы не можем в этом году больше снимать, соответственно, нам нужны эти деньги. Мы готовы дать скидку в 20 тысяч сейчас сразу. Пожалуйста, тем, кто был заинтересован, пожалуйста, дайте эту информацию, давайте с ними начинать работать. Но, понимаешь, какая проблема? Мы сейчас физически, к сожалению, для Греции это большая проблема, не можем сделку до конца провести без присутствия здесь покупателя конечного, если у нас нет от него доверенности. Если нам оставляли доверенность, то да, окей, мы можем довести сделку до конца. Если доверенности у нас нет, максимум, что мы можем сделать, зафиксировать наш договор о намеренник, подписать, зафиксировать цену, дать какую-то предоплату, снять этот объект с продажи и дальше ждать возможности, пока человек сможет приехать сюда и провести нотариат. Я имею в виду для русскоязычных, для тех, кто не находится здесь, да? Я не про греков говорю сейчас. Потому что для греков все работает. Понятно. Дать какую-то предоплату, это какую? Ну, вот скажем, объект 100 тысяч, сколько мне нужно? И 100 мне надо? Мне большой, больше 5 тысяч. Никогда мы не берем больше 5 тысяч, потому что это все-таки достаточно рискованный вариант, поэтому он переводится на счет и чаще всего на нейтральный счет, с которого мы можем потом вернуть эту предоплату, в случае если по каким-то причинам эта сделка сорвется. Окей, ну и смотри, то есть ты сейчас говоришь, что ты уже видишь некие пожелания и насколько они массовые. Вот твоя коллега из Болгарии, с Людмилой мы говорили до этого, она сказала, что наступил рынок продавца и на солнечном берегу предложений о покупке довольно много и есть те, кто готов радикально снижать. Это определенная даже такая массовая история. Можешь ли ты что-то подобное сказать про Грецию? И если нет, то какая альтернатива? Нет, я не могу сказать такого про Грецию. Потом, честно тебе скажу, вообще понятие рынок продавца и рынок покупателя в недвижимости, это, скажем, ну нет такого чистого понятия рынка продавца. Безусловно, но мы же понимаем, о чем речь. Соответственно, что я хочу тебе сказать. То есть ситуация, безусловно, сложная, и безусловно люди, которые находятся в каких-то там кризисных ситуациях, в том числе наши соотечественники из России, из Украины, у которых есть недвижимость, и которые сейчас оказались с большими экономическими проблемами у себя на родине, им нужна некая ликвидность для того, чтобы там каким-то образом поддержать свой бизнес и так далее и тому подобное, возможно, они достаточно активно сейчас начинают продавать, да, они эти объекты выставляют на продажу. Но что касается в целом рынка, я сейчас говорю в целом о рынке Греции, на протяжении последних 10 лет, ни для кого не секрет, ну не 10, последних, 8 лет, скажем, до 2018 года, у нас был очень серьезный экономический кризис. У нас практически умерла в этот момент строительная отрасль. У нас ничего нового не строилось. Значит, у нас вымолись ликвидные объекты и в большом количестве с рынка. То есть, по большому счету, последние два года, когда инвесторы со всего мира активно скупали Грецию, привели к тому, что сейчас у нас недостаток объектов на рынке, у нас нету ликвидных объектов. Из тысячи объектов, которые есть на сайте, да, вот сейчас после обзвона мы понимаем, что опять можно 300-400 убирать, потому что они уже проданы. Понимаешь? Вот такая ситуация есть на сегодняшний момент. Новая строительная стройка. Да, 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 да. Ну, то есть, условно говоря, не всегда удается вовремя отслеживать ситуацию. Вот в данном случае мы сейчас этим занимались последние несколько недель. Значит, нового строительства, его очень мало, категорически мало. Закредитованности нет. Есть возможность, когда эта вот кризисная ситуация закончится, все-таки отдать вот эти объекты, которые не проданы, за те деньги, которые хочет продавец, там, в курортную, в долгосрочную аренду и получать с них какой-то доход. Да, вот проблема существует. С другой стороны, конечно, как я тебе говорила, существует и проблема кризиса, сто процентов. Людям нужны деньги сейчас, некоторым, да, некоторые сейчас спасают бизнес, да, и здесь появляется некое предложение, которое очень интересно. В абсолютных цифрах, сколько за последнюю неделю тебе позвонило людей и сказали, Наталья, готова, продаю или снижаю цену? Вот сколько? Значит, с точки зрения греков, Филипп, я тебе говорила, с греками разговариваем мы, они никогда не звонят сами. Мы всегда им звоним и проводим переговоры. На сегодняшний момент мы на прошлой неделе, в конце недели, давали информационный бюллетень для наших клиентов, которые смотрят, что происходит. Порядка 12 объектов я показывала со скидками, как раз мы отправляли. В процентах какие-то были скидки? Слушай, где-то очень хорошие. Значит, порядка 15% было на пару объектов, некоторые чуть поменьше. Где эти объекты? Это какой-то определенный... Это халкидики, это халкидики, да. Это халкидики, причем с хорошим расположением, у моря с прекрасным видом и так далее. Реально интересные предложения, которые можно покупать и которые уже активно обсуждаемы с нашими, в основном сейчас, европейскими покупателями, потому что русские покупатели, у них немножко другая сейчас, другое видение ситуации, скажем. Сам понимаешь, что большой кризис, и сейчас те покупатели, которые звонят из России, и Украины, Белоруссии и так далее, это в основном покупатели, которые прям сильно планируют переезд. То есть это ВНЖ-шники в смысле? Слушай, ты знаешь, это уже не ВНЖ-шники, да, сколько, несколько лет мы обсуждаем вот эту вот историю про запасной аэропорт, да, аэродром и так далее. Вот сейчас-то, знаешь, это уже вопрос не аэродрома, это вопрос принятого решения. То есть люди, к сожалению, этот кризис очень серьезно обострил, скажем, такие проблемы в обществе, которые существуют. Ну, это да. Да, это то, что прям видно невооруженным глазом, люди звонят уже с принятым решением, они закрывают бизнес, они хотят переезжать, они смотрят объект не для отдыха, они смотрят для постоянного проживания. А можешь ли ты сказать, в каком регионе Греции сейчас, ну, вы же работаете не только с Халкидиком, в каком регионе Греции сейчас, вот, ну, это та или иная тенденция, о которой мы с тобой говорили, более характерная, в курортных или там, ну, крупные города, то есть кто больше пострадает, где больше снизятся цены, где будут больше предложений, будут ли избавляться сейчас от курортной недвижимости или нет, Ну, вот смотри, мы с тобой проговорили, да, что перенасыщены, допустим, Афины. Объективно появится больше объектов там. Есть недооцененные регионы, в которых, мне кажется, в которые сейчас начинают заходить инвесторы, начинали заходить инвесторы, и в которых продолжится увеличение спроса, как минимум. Это те же самые Салоники, город студентов, да, это города чуть поменьше, Кавала, это Халкида и так далее. Это те города, где сейчас очень большая проблема есть и с точки зрения гостиничного сектора, и с точки зрения как раз объектов курортной аренды. Там начинает это все развиваться, там нужно сейчас смотреть, там нужно сейчас искать объекты. Скажи, пожалуйста, если мы говорим о небольших коммерческих объектах, в первую очередь имею в виду, разумеется, гостиницы. Вот примерно два года назад, когда рынок Греции там в середине 2018 года оказался вот на самом дне, и началось это плато, а потом рост, вот гостиницы как-то стали востребованы, потому что показалось, что, ну, туристический рынок все равно все эти годы, и уж по крайней мере, даже если и стагнировал, то не падал, он был в Греции, все равно ездили, все было более-менее здорово, но отелей появлялось много на продажу. Отелей появлялось на продажу, да, они появлялись в таком достаточно печальном виде, их реконструировали, их приводили в порядок, и они достаточно неплохо себя чувствовали. Вот сейчас, если. Да. Вот сейчас, если, имеет ли смысл искать такой отель, с учетом всех за и против, с одной стороны, может быть, цены каким-то образом будут снижаться, с другой стороны, отель в 2020 году – это самая, наверное, рискованная и спорная инвестиция. Да, да. Ты знаешь, сейчас появился альтернативный вариант, и мне, честно тебе скажу, он нравится больше. У нас есть несколько таких комплексов на халкидиках, и мы активно их продвигаем, и они продаются на нулевом цикле. Это подстройка новых комплексов, которые очень активно, скажем, сразу заточены под курортную аренду, но которые при необходимости можно очень легко продать под конечного пользователя. Там есть небольшая необходимая инфраструктура, то есть там есть, соответственно, бассейн, какая-то общая зона небольшая для отдыха, и, соответственно, нарезаны хорошие качественные апартаменты, хорошо построены, хорошо оборудованы, часто уже меблированы, и туда небольшие инвесторы могут, они могут покупать целиком весь комплекс, соответственно, они могут сразу его отдавать в управление, если это им каким-то образом перестает быть интересным, их можно продать, собственно, по одному достаточно быстро. Это очень такой востребованный продукт. Интересно, очень интересно. Ты знаешь, туда, правда, сейчас надо еще добавить кувокинг, мне кажется, в такие объекты, чтобы можно было там сидеть, работать и так далее. Окей, скажи, пожалуйста, в какой степени рынок, вернее, все то, что будет происходить с рынком, зависит от поведения самих греков, поскольку они же были одним из главных продавцов на протяжении всех кризисных лет, купив недвижимость в начале 2000-х, ну, так, понятно, это общая картина, но общую картину можно нарисовать так, в начале 2000-х греки, воспользовавшись дешевыми кредитами, накупили недвижимости, и поскольку дом для них это святое, они купили себе по пять домов, после этого они эту недвижимость стали продавать по одному, скрипя сердце, понимая, что все плохо. Вот сейчас грек и грек-собственник, он сейчас кто? Он сейчас покупатель, он сейчас продавец? Вот в Болгарии, например, болгары стали покупать в курортах, а греки? Ну, я хочу тебе сказать, что греки стали покупать и очень неплохо еще в конце прошлого года. То есть сейчас мы работаем, ну, как бы я имею в виду, вот в тот самый момент, когда все закрыто на карантин, мы работаем только с греками. Греки продолжают смотреть, греки продолжают покупать, искать, как минимум, недвижимость. И это не недвижимость, неотложенный спрос, да, недвижимости для постоянного проживания. В прошлом году таких греков тоже было очень много. Скупали салоники, пригороды и так далее и тому подобное. Но они стали смотреть объекты для отдыха, причем даже достаточно дорогие, что греки последние много лет не делали. Но греки точно так же остаются и владельцами недвижимости, как ты сам понимаешь. И это целое искусство договориться с греком, чем мы, собственно, и занимаемся. Наташ, ну и тогда в завершении уже, когда, на твой взгляд, и будет ли такое время, когда инвестору или покупателю просто недвижимости ты сможешь сказать, ребят, налетай подешевело. Будет ли такой период? И если да, то с чем он будет связан, за какими параметрами здесь надо следить, кроме непосредственно цены? Это может быть этим летом, это может быть, когда откроют границы, это может быть осенью. Слушай, ну, давай гадать не будем, вообще прогноз дело неблагодарное. Ну, давай его надим, давай займемся неблагодарным. Если люди предполагают инвестировать деньги, купить себе недвижимость, если они как бы нацелены на этот рынок, на рынок Греции, то здесь нужно следить постоянно за тем, что происходит. Постоянно следить, что происходит, что выходит на рынок. И как только вот то самое, что тебе нравится, появляется, здесь нужно покупать. К сожалению, у наших русскоговорящих клиентов есть одна не очень правильная особенность. Они очень медленно принимают решение. А такие хорошие, качественные варианты, они долго не ждут. То есть, вот как часто, например, ты сказала, что за последние, ну, там, неделю, там, 12-13 объектов с хорошим... Снизили цену. Снизили цену, да. Снизили цену. Ежедневно, я сейчас не говорю глобальное снижение, на сколько объектов ты снижаешь или повышаешь цену? Слушай, я не могу тебе дать такую, безусловно, характеристику. Ежедневно у нас нет такой статистики. Но после обзвона 20-30 объектов, чаще всего 3, 4, 5, они выходят с каким-то предложением. Сейчас есть возможность надавить на продавца, для того, чтобы какое-то предложение получить. Ну, и тогда давай уже совсем в завершении. Все-таки есть небольшие зачатки нового строительства в Греции. Вот ты, собственно, пример приводила. В каком состоянии новострой? В каком состоянии? Чего можно ждать здесь? Может быть... Причем я сейчас даже не... Или вот те объекты, которые были реконструированы, вот здесь сейчас можно ли говорить? Тем более, что там же вся бизнес-модель была построена на заработке от момента покупки до момента реализации проекта. Сейчас просто люди здесь начинают свою маржу уменьшать. Смотри, какая история. Значит, если ты помнишь, у нас с Нового года ушел такой показатель, как НДС. Да, слава богу, нам ввели на мораторий на следующие 3 года. И то, что тормозило у нас очень серьезно строительство, а именно новые покупатели боялись покупать новостройки, именно потому что там был какой-то совершенно сумасшедший... 24, 24, а сейчас 3,09 и жизнь прекрасна. И жизнь прекрасна, ты понимаешь, да? И вот новые комплексы, которые вышли на рынок, условно говоря, в конце прошлого, начале этого года, и которые собираются строить уже поэтапно, да, обводиться. Некоторые начинают строиться только с июня-июля месяца, они уже разобраны наполовину. То есть люди очень активно готовы инвестировать в нулевой цикл. Потому что все понимают, что с нулевого цикла ты прекрасно можешь заработать. Ты зарабатываешь на росте цены, ты зарабатываешь, соответственно, потом на аренде, неважно, на чем, что ты будешь делать с этой квартирой. Кстати, то же самое происходит и с редевелопментом. Те же самые небольшие квартиры в Салониках, если ты входишь на нулевом цикле, а там срок, как ты понимаешь, очень короткий, 2-3-4 месяца пока идет ремонт, полностью реконструкция, ты тоже дополнительно зарабатываешь. И зарабатываешь свои честные 10%. Окей. Ну, я прошу контакты Натальи опубликовать в нашем чате. И, Наташ, а к тебе тогда, собственно, вопрос уже такой завершающий. Ну, с одной стороны, пожелания нашим зрителям, а с другой стороны, ну, твой взгляд все-таки на ближайшую ситуацию. Давай, ну, я задам все-таки некоторые такие базовые рамочные условия. Предположим, там, половина этого лета псу под хвост, но где-то с июля, ну, хорошо, пусть с августа, можно там с определенными ограничениями приезжать, и границу там откроют. Ну, что тогда? Что делаю я как потенциальный покупатель? Ну, давай немножечко все-таки, да, отдельно прогноз, отдельно пожелание. Давай, хорошо. Поэтому это немножко не всегда совпадающие вещи. Касательно прогнозов. Ты сейчас скажешь, ты сейчас дашь прогноз, а потом скажешь, желаю вам, чтобы мы прогноз не будем. Нет, нет, не буду так говорить. Значит, смотри, касательно прогнозов, да, я думаю, что, безусловно, чуть раньше откроют Европу, поедут наши европейские покупатели, чуть позже, наверное, откроют Россию, и там нерезидентов, соответственно, поедут наши русскоговорящие покупатели. С точки зрения покупателя, я думаю, что рынок, безусловно, изменится, но люди будут продолжать покупать, потому что сейчас они прекрасно понимают, что можно работать из дома, что можно проводить каждый следующий карантин в совершенно прекрасном месте со своим личным парком на берегу моря, да, пусть он даже 2-3 сотки всего составляет. То есть спрос на недвижимость в Греции он будет. И я считаю, что это такая константа. На сегодняшний момент я практически уверена в том, что он будет, он вернется в свои рамки, безусловно, пока полностью не восстановится туристическая отрасль, а мы все прекрасно понимаем, что греческий рынок недвижимости, он, безусловно, очень серьезно зависит от туристической отрасли, мы не сможем сказать о восстановлении рынка. Вот. С другой стороны, это время, как я сказала, для инвестиций, это время искать те самые возможности, которых не было возможно еще 3 месяца назад. Поэтому для тех, кого интересует Рерлина Греции, это не значит, что нужно закрыть компьютер, да, и забыть о нем, и вернуться к нему, когда откроют границы. Смотреть на объекты, смотреть на предложения нужно сейчас, нужно начинать переговоры, нужно начинать подбирать, пытаться искать регионы, пытаться понимать стратегию, куда ты будешь эти деньги вкладывать. Это два. А в целом, надо сказать, что, понимаешь, к каждому поколению выпадают какие-то там катаклизмы. Нашим очень много. Да, да. Жизнь продолжается, поэтому всем здоровья, сохранять ясность ума, которую сложно сохранять иногда, да, в условиях карантина. И продолжаем жить, радоваться, если принимаем решения, вкладываем куда-то деньги, сохраняя их от инфляции, которую сейчас все прогнозируют огромную, и продолжаем жить. Наташа, спасибо тебе огромное. Наталья Ковалева, компания, агентство недвижимости «Резгрис» из Греции, находится сейчас в Соломниках. Спасибо тебе большое. Спасибо. До скорой встречи.